Всем привет! Сегодня мы прогуляемся по улице Орудовская, бывшая Комсомольская, Орудовская нынешняя Пойдем мы сегодня Синя Что за зыри пускаешь? Забыл свою работу? Ну здесь вначале, вот смотрите ничего нет, один дом вот слева здесь дачный домик Солнышко сегодня светит у нас но временами ветерок поднимается Да, не знаю тут пока снимать нечего на той стороне вообще нет домов на этой стороне тоже здесь вот маленький сгоревший домик рядом там вообще полужилой сейчас вон там вот сейчас вот видишь, где окна заколочил да, вот здесь вот здесь бабушка мама моя ну твоя бабушка прабабушка вернее раньше жила немного какое-то время прошу прощения прошу прощения машина обгоняла вообще рядом-рядом проехала мы мы вообще идем по правилам нифига себе обгон фух прям аж ободрала вот такие вот такие вот у нас тут страсти отчаянные люди вот здесь вот бабушка живет уже тоже пожилая женщина и пенсию носила так здесь здесь тоже теперь как сказать ну как сказать люди живут люди живут это с той улицы вот так вот тут забором обнесли там гараж солнце как хорошо тепленько прибегает Сеня тоже что-то с телефоном здесь у нас здание бывшего райпо обанкротилось видите продается теперь здание не знаю сейчас я наверное пока отключусь потому что здесь уже снимать нечего погода у нас какая-то странная осенью и бабье лето такое прекрасное было потом морозы а снегу-то навалило посмотрите яблони яблони еще совсем зеленые дикая вот такие вот смотрите там заросли еще может кто узнает у меня еще держит день 20 ноября да вот все теперь будут знать да можете поздравить скажешь да тоже какая-то избушка зарослей в сирене весной это конечно красиво что там говорить у меня выходные качается пятого ноября пятого ноября кончаются выходные ой это что мне с тобой еще столько тут жить столько жить ай нонечка ты ну на той стороне тоже вот шиномонтаж там сейчас дадим вот этот домик вот смотрите какой кирпич двухэтажный там такие комнатенки с шаткой такая лестница на второй этаж я тоже пенсию здесь начала пошли по трассе тут у нас на дверь дорога машины ездят пылят как летом ну и что шиномонтаж закрыт почему-то может кто здесь жил вспомнит так блин шумная какая улица ну сейчас мы выйдем на другую перейдем по дороге можно что поиграть ты дома не наигрался дыши воздухом у нас говорят семь человек сандала вирусом болеет интересно 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 если что маска меня тоже в кармане это стройдом магазинчик вон у нас какие дороги мы идем по правилам так что на машина здесь это улица Октябрьская вот у нас поворот налево вот видите это здание бывшее КБО помните здесь много народу работал швейный цех был заказы но здесь вот на этом месте вообще никого ничего не построено никого ничего так дорогу перешли движение тут у нас было пешеходный переход это туда на мост видите у нас там река школа на горе я уже показывала есть видео мы идем дальше а дом-то вот этот вот дом забыла кто здесь жил мы сюда еще что-то ходили не помню по какому делу вот это вот тоже орудово в маленьком домике тоже какая-то бабушка живет а вот он во втором домике где такая железная крыша там моя бабушка по отцу жила я к ней всегда бегала мама когда работала в школе уборщица мы там тоже жили у нас там комнатка была я маленькая была побегу мама мне кричит аня куда бабе Ване вот в наследство я не стала вступать когда она умерла в общем не знаю даже кто там живет мы там сделали эти пластиковые окна тут заброшенный дом здесь тоже мои знакомые жили ой собачка собачка злая там собачка ты не злая? пойдешь в историю и собаки охраняем на колине в этот год вообще нету ягод или они уже склеваны в прошлый год так они вообще веселее никто не ел почему-то а в этот год нет ягод видите, все заброшено какие-то все осень еще ладно еще ладно солнышко когда слякоть грязь темно вообще как-то все уныло смотрится это туда дорога съезд к реке и улица там набережная может может как-нибудь пройдусь еще тоже там может для кого-то это важно кто-то хочет посмотреть кто-то жив так как многие просят поснимать поселок какими-то своими воспоминаниями делятся вот идет мой тоже блогер будущий здесь такой домик покоженный домик здесь без двора дом стоит новый будут строить строят уже машины тут да интересно какая у нас зима будет хочу зиму хочу зиму я тоже зиму почему-то я хочу зиму чтобы прям зима зима была чтобы снег мороз солнышко идешь по снежку хрустишь воздух свежий чистый нагуляешься покушаешь за рукоделье вот вот накида нет нет на воротах смотри сень нарисован сенья смотришь ты нет разрисован на воротах тропинка туда идет на какую на пионерскую улицу здесь моя одноклассница живет галька привет не смотришь ты наверное ютуб малин никакой у нее такой домик обделанный интересно наблюдать там речка блестит у всех разные заборы у всех нет таких одинаковых сейчас правда уже стали из проф этого листа лес повезли рубят рубят только щепки летят вывозят у нас лес там в стороне тухания вообще говорят уже везде все гектары лысой земли этих заброшенные наваленный бурелом я как-то сажала елочки да что ногу повредило теперь вот хожу хромаю какие там наличники на доме красивые чистенько огородики вон там все дровишки сложены все подготовлено к зиме дуги вон висят там уже другая улица вот эта вот начинается это улица пионерская такой закуточек закуточек здесь она идет туда к аптеке земляки наверное помнят вот прошлый год когда гуляла здесь только яблок было вот здесь на Антоновке видите этот год нет у нас не яблочный год заброшенный такой домик не заброшенный просто наверное давно никто не живет так место здесь хорошее почему люди не продают вот смотрите сколько тут можно распахать здесь два треквартирных дома какие-то они серенькие неухоженные что-то полисадника вообще что-то какой-то в полисаднике подичь его запасливые тут люди живут видите сколько дров у меня вообще нет интернета котик бежит не надо гладить гладь своих не то руки мой мало ли может какой лишай потом будешь ходить в болячках дорога подмаховая вот такая вот у нас сейчас диковинка помните раньше было теперь пазильон будачи немножко вот здесь советская начинается улица вот там она а ну я уже эту советскую улицу много раз снимала когда на родник ходила молодежная есть у вас в оконе сейчас мы пойдем на красный берег сходим посмотрим что там как речка наша какие тут дома видите тут горел дом там вообще развалюха краснодар сейчас идем синяя же у меня идет играет и по луже как и пофигачил не глядя да я говорю ну сеня вот что ты сказал я говорю ну и сеня а сеня вот а сеня говорит я хороший сеня вот сейчас малию видите какая здесь аллея на красный берег ведет березы и елки я я как-то по осени ух ты какие кучи по осени здесь грибы искала так мне никто и не сказал как называется почему так называется почему так называется красный берег википедия тоже молчит ничего нам не говорит кого-то тут бросили не знаю кого-то раздели тут и потрепали вот здесь вот да конечно купаться вот здесь вот мостик на набережную а а вот это вот ничего интересно надо тут нам вот это захар зимой купался да не может такого быть вот и подошли мы на наш пляж у вас поменьше да барсанихи ой барсанихи больше барсанихи больше барсанихи больше да мы за хорошим крестом ехали вот какая погода прям вообще замечательная купаться больше конец октября да давай ныряй вот радость летним летом радость для ребятни можно покупаться недавно только у нас вот сделали эти грибы песок привезли для отдыха тут вот благоустроили видите уже все такое обшарпанное все такое неприглядное но вроде как в этот раз чисто кое-где тут чисто тепленькая водичка ничего себе ветер волны волны сюда гонит ветер а я вот не знаю я еще думаю я пришла с ведерком думаю мне надо набрать речного песка получится не получится сейчас сейчас мы наберем сенья ты смотри там не падение у тебя видишь какие тряпочные не надо не ходи зайка сенья сенья ты бабушка не слушаешь у нас вот здесь вот такой мост есть разделяющий поселок вот там микрорайон ранний вот видите какая у нас речка рудовка здесь здесь совсем узенькая тень оттуда ну вот посмотрели мы погуляли возвращаемся домой той же дорогой спасибо что вы с нами спасибо что посмотрели мой поселок если кому интересно было ставьте пальчики вверх пишите комментарии еще что-нибудь пишите может быть для кого-то нужно ты поставишь может быть кто-то захочет именно то место чтобы я проснимала памятное для вас и я обязательно это сделаю всем пока до встречи